Светлана, 31 января, нетерпеливый ребенок. Здравствуйте, Юлия, спасибо большое вам за вашу работу. Вы очень помогаете таким молодым родителям, как я. Меня зовут Светлана, дочери год и 9. В феврале будет. Живем в Германии. Дочь ходит в Ясли с годой 3. Из-за влияния второго языка говорит нормально, пока только мама, папа, дай, ну и всякое типа синий. Понимаю, что билинговые начинают говорить позже, но все равно боюсь, что отстает от сверстников. Девочка очень активная, нетерпеливая, с характером. Если что-то не по ее визжит, утопывает ногами. Мы стараемся не поддаваться и переждать бурю. Но возникают иногда такие ситуации, которые ставят в тупик. Например, она сидит, ест, я мою посуду или готовлю что-то. Она начинает стучать ложкой по тарелке громко и унатонно. Я говорю, раз, два, три, что так не надо делать. Она продолжает. Очень долго вы говорите. Если вы раз сказали, не надо так делать, два сказали, не надо так делать, три сказали, так на второй раз это уже нужно убирать. Тарелку или ложку, по которой она стучит. Что говорить-то? Она продолжает. Я подхожу, сажусь напротив и еще раз повторяю. Четвертый раз, то есть, получается. Она перестает. Я только отхожу, и она делает это опять. Пятый раз ждет мою реакцию. Так вы играете в кошки-мышки. Понятно, что ей понравилось это представление. Я перестаю обращать внимание на ложку, и то я не отберу. Так, я перестаю обращать внимание, но ложку-то я не отберу. Как объяснить такой ситуации ребенку? А почему не отобрать ложку-то? Отбирается ложка, и все, додвигается тарелка. Это вроде не очень серьезный случай, но нет. Как раз вот в таких случаях и строится кто в доме хозяин, как говорится. Но от этого же зависит поведение в кафе и гостях. Совершенно верно. Примеры отсутствия терпения и психов. Да, волю нужно вырабатывать, однозначно. Вот вы говорите год и девять, и говорите, что она у нас с характером, и все по ее. Это волю просто вы не перевиваете. А с двух лет, с двух лет примерно воля только начинает вырабатываться. Ну, начинают ее вырабатывать. Так что можно скоро уже начать заняться, начинать заниматься воспитанием. Примеры отсутствия терпения и психов. Мы включали ей песенку для детей на YouTube. Но ей нравятся не все. И если включаем то, что буквально вчера нравилось, а сегодня звезды не так сошлись, и это ее раздражает, начинает орать и топать ногами. Ну, потому что, наверное, речи еще нет. Взрослый-то у нас, как я вам рассказывала, ребенок постарше, он скажет, мам, мне это не нравится, переключили, в лучшем случае сам возьмет пульт, перемотает как-то. А мелких, что остается сделать-то? И если вот так вот мелких слышат только с десятого раза, когда она заорет, но она и привыкает сразу же орать. Если бы вы услуг слышали ум, вот так вот, или видели только, что она заерзала, какие-то вот такие сигналы, что ей это не нравится, что внимание начинает рассеиваться, и сразу же там переключали, то ей не нужно орать. А если привык ребенок, что не обращает на него внимания, и видит ее только и слышит, когда она начинает уже визжать, естественно, она будет вам выдавать реакцию визжу. Потому что речи нет, объяснить пока не может. Ну и опять же мы говорили, что до трех лет они все на правом полушарии, то есть на эмоциях, это истерички, психички, бросающиеся на пол, арущие, визжающие и так далее. А что там? Да, и это нужно только переждать, пережить, перетерпеть, перехитрить как-то, переловчиться, вот и дождаться, когда в три года начнет левое полушарие активизироваться, и подавлять, брать под контроль правое, истероидное, скажем так, эмоциональное. Так, начинает нежность, орать, топать ногами. Решили пока телевизор запретить совсем. Ну, тоже буду оражить, да. Но самый добавленный случай был, когда она поела борщ. Ням-ням-ням. То есть голодная не была. Я решила пожарить сырники при ней, и она вот, и вот, я их только налепила, а она начала орать, чтобы дали их ей прямо сейчас. И никакие объяснения, что они сырые, еще их надо поджарить не работали. Она орала так, что ее, наверное, весь дом слышал. Истерика была ужасной, пришлось ее носить на руках, и успокаиваюсь все время, пока они жарились и остывали. Ну, что, это да, это воля прям, да, надо уже ставить на место чела уже и говорить, что, слушай-ка, ну-ка, у нас тоже иногда варежку откроют. Я говорю, слушай, ну что ты, ну, большая девка, ну что орешь-то? Ну, сырники, видишь, сырые. Да или поставьте сковородку горячую перед ней. Скажет, на, ешь, пусть попробует как-то. Ну, не сковородку, ну, холодную, сказать, на, ешь. Пусть поковыряется, попробует, ну, как-то уже урезонивать и перестать уже, наверное, да, уговаривать что-то, кардинально уже сказать, ну, на, миг-миг. У меня машинка была, миг-миг, продали. Чего говорил-то? Значит, сесерика была ужасной, пришлось носить ее на руках, успокаивать, пока они жарились и остывали. И так во всем, в магазине, если берем булочку или сушки, например, до кассы не дотерпит, надо давай прям тут. А даете, как ее научить терпению? Это терпение, вот, тире воли, это называется волей, это развитие воли, волевое воспитание. Надо, да, этим заниматься, сейчас потихонечку начнете. Слова потерпи, подожди, для нее пустой звук, да, их надо растить, эти слова. Заранее благодарю, поскрипт, забавно, что почти все ситуации связаны с едой. Голодный, может, что, может, там борща не доела? Чего, без сырничков очень захотелось. Сырнички бы я сейчас тоже послупила, с удовольствием бы. Ням-ням-ням, да и борщичком бы запили бы. Вечно голодные какие-то, с чесночком вечно голодные ходим. Воля, что такое воля? Это вот, да, правильно сказали, потерпи, подожди, сейчас дойдем до дома, я тебе дам. Главное, вам не срываться. Как бы ни визжала, ни орала, возьмите на руки, скажите, да, я, Зайенька, я тебя прекрасно понимаю, но в магазине продавец ни в коем случае не разрешает эти сушки открывать. Как она нас наругает? Как мы сейчас, ну, что-нибудь такое вот на ухо. Сейчас что, откроем сушки, она кричать будет? Ой, а нас потом в магазин больше не пустят. Ну, врите, врите что-нибудь прям нахально. Вот не пустят она, и что мы будем делать без сушек? Давай, давай, вот сейчас, смотри, еще два шага, вот зубы заговаривайте. Вот смотри, еще два шага, сейчас мы ей деньги отдаем, и все, и сразу сушки открываем. Давай, 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 попробуем. Вот так вот уговариваете, и еще им пританцовываем. Бежим, бежим, скорее давай пропихнемся. Сейчас мы без сушек пролезем скорее-скорее, оплатим и скорее-скорее сушки откроем. вот так вот зубы только и заговариваются вот так то не то что ну-ка терпит почему не терпишь конечно не будет терпеть потому что волю не нулевая тем более вам еще двух нет после двух вот она начинает становиться потихонечку вырабатываться вот так вот и делаете опять же налепили вот эти сырники вот прям налепили на доске или в тарелке они у вас с этими с мукой прям стукнули поставили перед не наешь на на вот тебе вилку ешь и сядьте рядом и смотрите от сырников так это же творог да пусть ест дайте ей выбор она не знает что будет если ей дадут да вот прям щас дайте выбор отдайте в эти сырые сырники она ковырнет она вилка вам их расковыряет а да она обмажет этим творогом и яйцами все вокруг ну и спрочит ничего будешь есть или все-таки пожарим да мат нет вам головой да давай мам пожарим вот давай залезай комменту бред вставай рядом давай смотри как они жарятся и вот опять зубы заговаривать и приговаривать да 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 смотри вот сейчас с этой стороны чуть пожарим сейчас перевернем участвует обжарится все давай давай тащи сметану да дащи там чего там во сгущенное масло варень тащи мед масло хочу сгущенное молоко давай давай сама вот нельзя в холодильник доставай помогите достать то есть нужно как-то помочь скоротать вот это время либо заговаривая зубы либо чего-то делали бы подготавливать к этому процессу либо вот на руках побежали побежать скорее скорее продавчица подожди нас мы тебе деньги несем на вот держи деньги пусть они грязные то в ее руках что теперь делать потом салфеткой протрете нанеси скорее тетя продавцу она сейчас все пробьет это можно сушки будет открыть то есть вы в процессе жизни своей быта специально создавайте такие условия специально созданы такие эвристические ситуации чтобы ребенок мог проигрывать этого подожди потерпи играйте в магазин до в очереди что постояла что подождала но вот заговорил зубы вот это будет у вас вырабатываться воли их дай бог к трем годам вы ее наработаете а вообще с двух лет ее нужно начинать чтобы ребенок потихонечку сейчас зато потом шелковые вы разговариваете по телефону столбиком рядом стоит и пока вы не договорите он пикнут там не пикнет а потом к телефон отложили вы скажешь спасибо дорогой что ты меня дождался я очень рада что ты меня не перебивал пока я говорил с бабушкой теперь я слушаю что ты хотел сказать и вот ради таких слов он у вас будет столбиком стоять и по 20 минут около вас ждать когда вы ему на него обратите внимание но это нужно по чуть-чуть прям по секунде можно даже взять телефон нарочить да вот вам бежит а вы взяли телефон алё да что слесарь сантехник а она вам чё-то нового сейчас зайка выдача с одно слово скажу дяди и все я к тебе вернусь и прям да все спасибо до свидания поют руководит что-то хотела мурзил очках не сказать я тебя слушаю а завтра прям 10 секунд обзора то по 15 минут и вот этот процесс воли будет у вас растягивается так же как и любой психический процесс а воля эмоции это все тоже психические процессы их нужно тянуть 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 над ними работать светлана привет германии 31 января